Гюстав Лубер, Л'Эдукасион Сантименталь, Воспитание Чувств, История молодого человека. Часть вторая. Глава четвертая. Капитанша была готова и ждала его. «Вот это мило!» — сказала она, взглянув на него своими красивыми глазами и ласковыми, и веселыми. Она завязала ленты шляпки, села на диван и замолкла. «Что же, едем?» — спросил Фредерик. Она посмотрела на часы. «О, нет! Часа через полтора, не раньше!» Она как бы сама ставила этим предел своим колебаниям. Наконец пробил назначенный час. «Ну, Андиама, кармио!» Она в последний раз пригладила волосы, отдала распоряжение дельфине. «Вернетесь, барыня, к обеду?» «Нет, зачем же? Мы вместе пообедаем где-нибудь в английском кафе. Где захотим!» Собачки тявкали около нее. «Их лучше взять с собой, правда?» Фредерик сам отнес их в экипаж. Это была наемная карета, запряженная парой почтовых лошадей с форейтером. На запятках стоял лакей Фредерика. Капитанша была, видимо, довольна его предупредительностью. Усевшись в карету, она сейчас же задала ему вопрос, «Не бывал ли он в последнее время у Арну?» «Целый месяц не был», — ответил Фредерик. «А я встретила его третьего дня. Он даже хотел сегодня приехать. Но у него всякие неприятности, опять какой-то процесс. Уж не знаю, что там такое. Странный человек». «Да, очень странный. А, кстати, — равнодушным тоном спросил Фредерик, «Вы все еще видаетесь, как его зовут, с этим бывшим певцом, Дельмаром?» Она сухо ответила, «Нет, с этим кончено». Итак, разрыв не подлежал сомнению. У Фредерика возникла надежда. Они шагом проехали квартал Бреда. На улицах по случаю воскресенья было безлюдно. В окнах показывались лица обывателей. Экипаж покатил быстрее. Заслушав стук колес, прохожие оборачивались. Блестел откинутый кожаный верх. Слуга выставлял грудь вперед. Собачки напоминали две горностаевые муфты, положенные на подушке одна подли другой. Фредерик покачивался на сиденье. Капитанша с улыбкой поворачивала голову то вправо, то влево. Ее соломенная шляпка с перламутровым отливом была отделана черным кружевом. Капюшон бурнулся, развивался на ветру. От солнца она закрывалась лиловым атласным зонтиком, островерхим, как кровля пагоды. — Что за прелесть эти пальчики! — сказал Фредерик, тихонько взяв ее левую руку, украшенную золотым браслетом в виде цепочки. — Примилая вещица! — Откуда она у вас? — О, она у меня давно! — ответила капитанша. Молодой человек ничего не возразил на эти лицемерные слова. Он предпочел воспользоваться случаем. Все еще, держа кистью руки, он прильнул к ней губами между перчаткой и рукавом. — Перестаньте, нас увидят! — Ну так что же? Проехав площадь Согласия, они свернули на набережную Конферанс, а потом на набережную Бии, где в одном из садов заметили кедр. Розанетта думала, что Ливан находится в Китае. Она посмеялась своему невежеству и попросила Фредерико давать ей уроки географии. Потом, оставив справа тракодыру, они переехали Янский мост и, наконец, остановились среди Марсова поля, рядом с другими экипажами, уже стоявшими перед ипподромом. Неровную поверхность поля усеял простой люд. Любопытные устроились на балконе военного училища. Оба павильона за весами были отведены для жакеев. Две трибуны в кругу и третью против королевской ложи заполнила нарядная публика, которой, судя по ее манере себя держать, этот еще новый род развлечения импонировал. Публика скачек в ту пору более своеобразная имела и облик менее вульгарный. То были времена штырибок, бархатных воротников и белых перчаток. Дамы в ярких платьях с длинными талиями, расположившиеся на скамейках трибуны, напоминали огромный цветник, на фоне которого темными пятнами выступали костюмы мужчин. Все взгляды были направлены на знаменитого алжирца Бу Маза, невозмутимо сидевшего между двумя офицерами генерального штаба в одной из отдельных лож. Зрители на трибуне Джокей Клоба были сплошь важные, господа. Самые восторженные любители поместились внизу, у скакового круга, обнесенного двумя рядами столбов с натянутыми между ними веревками. Внутри этого огромного овала орали торговцы напитками, другие продавали программы скачек, третьи — сигары. Гул не утихал. Взад и вперед сновали полицейские. Колокол, висевший на столбе, покрытом цифрами, зазвонил. Появилось пять лошадей. Публика заняла места. А над самыми верхушками вязов клубились тяжелые облака. Розанетта испугалась дождя. — Я захватил зонты, — сказал Фредерик. — И всякую-всячину, чтобы позабавиться, — проронил он, приподнимая переднее сиденье, под которым была корзинка с закусками. — Браво! — Мы друг друга понимаем. — И будем еще лучше понимать, не так ли? — Возможно, — сказала она краснее. Жокеи в шелковых куртках старались установить в ряд лошадей и сдерживали их изо всех сил. Кто-то опустил красный флаг. Тогда все пятеро, склонившись над гривами лошадей, пустили их вскач. Сперва они скакали вровень друг с другом, сплоченным строем, но вскоре цепь удлинилась, перервалась. Жокей, на котором был желтый камзол, в середине первого круга чуть не упал. Долгое время Филли и Тиби шли впереди, голова в голову, потом их догнал Томпус, а Клупстик, отставший было с самого начала, всех обскакал и пришел первым, опередив сэра Чарльза на два корпуса. Это была неожиданность. Зрители кричали. Дощатые помосты дрожали от топота ног. — Тут весело, — сказала капитанша. — Я люблю тебя, милый. Фредерик больше не сомневался в своем счастье. Эти слова Розанетты были тому подтверждением. В шагах в ста от него в двухместном кабриолете появилась дама. Она то выглядывала из кабриолета, то поспешно откидывалась назад. Это повторилось несколько раз. Фредерик не мог разглядеть ее лица. У него мелькнуло подозрение. Ему показалось, что это госпожа Арну. Но нет, не может быть. К чему бы ей приезжать сюда? Он вышел из экипажа под предлогом, будто хочет посмотреть на весы. — Вы не слишком-то любезны, — сказала Розанетта. Не слушая ее, он шел вперед. Кабриолет повернул обратно, лошадь побежала рысью. В ту же минуту Фредерико перехватил Сизи. — Здравствуйте, дорогой! Как поживаете? — Юсане вон там! Послушайте! Фредерик старался отделаться от него, чтобы нагнать кабриолет. Капитанша знаками приказывала ему вернуться. Сизи ее заметил и пожелал непременно поздороваться с ней. С тех пор, как кончился его траур по бабушке, он старался воплотить в жизнь свой идеал и приобрести особый отпечаток. Клетчатый жилет, короткий фрак, широкие банты на туфлях и входной билет, засунутый за ленту на шляпе, действительно, все соответствовало тому, что он сам называл шиком. То был шик англомана и мушкетера. Первым делом он стал жаловаться на Марсово поле. Отвратительное место для скачек. Потом поговорил о скачках в Шантии и о том, какие там бывают мошенничества. Божился, что может выпить двенадцать бокалов шампанского, пока в полночь часы бьют двенадцать. Предлагал капитанше пари и тихонько гладил баллонок. Опершись локтем о дверцу экипажа, засунув в рот на балдашник стека, расставив ноги и вытянувшись, он продолжал болтать всякие глупости. Фредерик, стоявший рядом с ним, курил, пытаясь определить, куда делся кабриолет. Позвонил колокол. Сизи отошел к великому удовольствию Розанетте, которой, по ее словам, он очень надоел. Второй заезд ничем особенным не ознаменовался. Третий также. Если не считать, что одного жокея унесли на носилках. Четвертый, в котором восемь лошадей состязались на приз города, оказался более интересным. Зрители трибун взобрались на скамейки. Прочие, стоя в экипажах и поднеся к глазам бинокли, следили за движением жокеев. А жокеи, точно пятнышки, красные, желтые, белые и синие, неслись мимо толпы, окружившей ипподром. Издали их езда оказалась не особенно быстрой. На дальнем конце Марсова поля она как будто даже замедлялась. Лошади словно скользили, касаясь животами земли и не сгибая вытянутых ног. Но, возвращаясь вскоре назад, они вырастали. Они рассекали воздух. Земля дрожала. Из-под копыт летел гравий. Камзолы жокеев надувались от ветра точно паруса. Жокеи ударами хлыста подстегивали лошадей. Первыми прийти к финишу. Такова была их цель. На табло одни цифры снимались. Выставлялись другие. Победившая лошадь вся в мыле, понурив голову, не в силах согнуть ноги, тащилась. Среди рукоплесканий к весам, а наездник в седле, находившийся, казалось, при последнем издыхании, держался за бока. Последний заезд затянулся из-за какого-то спорного обстоятельства. Скучающая толпа уже расходилась. Мужчины, стоя кучками, разговаривали у подножия трибуны. Речи были вольные. Дамы из общества уехали, шокированные присутствием лореток. Были тут и знаменитости публичных балов, актрисы бульварных театров. И больше всего похвал расточалось отнюдь не самым красивым. Старая Жоржина Обер, та самая, которую один водовелист назвал Людовиком Одиннадцатым от проституции, отчаянно размалеванная, развалилась в длинной коляске, закуталась в куни и палантин, как будто была зима, и время от времени издавала звуки, более похожие на хрюканье, чем на смех. Госпожа де Ремусо, ставшая знаменитостью благодаря своему процессу, восседала в бреке в компании американцев. А Тереза Башлю, наружностью напоминавшая средневековую Мадонну, заполняла своими двенадцатью оборками маленький фаэтон, где вместо фартука была жординьерка с розами. Капитанша позавидовала всему этому великолепию. Чтобы обратить на себя внимание, она усиленно стала жестикулировать и заговорила чрезвычайно громко. Какие-то джентльмены узнавали ее и раскланивались. Она отвечала на поклоны, называя Фредерику имена знакомых мужчин. Все это были графы, виконты, герцоги, маркизы. И он даже возгордился, ибо во всех взглядах выражалось своего рода почтение, вызванное его любовной удачей. Сизи, по-видимому, чувствовал себя не менее счастливым в кругу мужчин зрелого возраста. Эти люди в высоких тугих воротничках улыбались, словно посмеивались над ним. Наконец он хлопнул по ладони самого старшего и направился к капитанше. Она с преувеличенной жадностью ела кусок паштета. Фредерик из послушания следовал ее примеру, зажав между коленями бутылку вина. Вновь показался кабриолет. В нем была госпожа Арно. Она страшно побледнела. — Налей мне шампанского, — сказала Розанетта. Подняв как можно выше полный бокал, она крикнула. — Эй, вы там! Порядочная женщина! Супруга моего покровителя! Эй! Кругом раздался смех. Кабриолет скрылся. Фредерик дергал Розанетту за платье. Он готов был вспылить. Но рядом был Сизи в той же позе, что и раньше. Он еще более самоуверенно пригласил Розанетту отобедать с ним нынче вечером. — Не могу, — ответила Розанетта. — Мы едем вместе в английское кафе. Фредерик молчал, как будто ничего не слышал. И Сизи с разочарованным видом отошел от капитанши. Пока он разговаривал с ней, стоя у правой дверцы, слева подошел Юсоне и, услышав про английское кафе, подхватил. — Славное заведение! Не перекусить ли там чего-нибудь, а? — Как вам угодно, — сказал Фредерик. Забившись в угол кареты, он смотрел, как вдали скрывается кабриолет, и чувствовал, что произошло непоправимое. И он утратил свою великую любовь. А другая любовь была тут, возле него, веселая и легкая. Но усталый, весь во власти противоречивых стремлений, он даже не знал, чего ему хочется, и испытывал беспредельную грусть и желание умереть. Шум шагов и голосов заставил его поднять голову. Мальчишки перепрыгивали через барьер скакового круга, глазели на трибуны, все разъезжались. Упало несколько капель дождя. Скопилось множество экипажей. Юсоне исчез из виду. — Ну, тем лучше, — сказал Фредерик. — Предпочитаем быть одни? — спросила капитанша и положила ладонь на его руку. В эту минуту мимо них проехала, сверкая медью и сталью, великолепное ландо, запряженное четверкой, цугом, с двумя жакеями в бархатных куртках, обжитых золотой бахромой. Госпожа Домбрюс сидела рядом с мужем, а на скамеечке против них помещался Мартинон. У всех троих были удивленные лица. — Они меня узнали, — подумал Фредерик. Розанетта потребовала остановить, ей хотелось лучше видеть разъезд. Но ведь опять могла появиться госпожа Арну. Он крикнул кучеру. — Поезжай! Поезжай! Скорей! И карета понеслась к Елисейским полям вместе с другими экипажами, колясками, бричками, английскими линейками, тандемами, тельбюри, фургонами, где закожанными занавесками хором распевали подгулявшие мастеровые. Одноконными каретами, которыми осторожно правили отцы семейств, из битком набитой открытой коляски свешивались ноги мальчика, сидевшего у взрослых на коленях. В больших каретах с обитыми сукном сиденьями дремали пожилые дамы. Неожиданно проносился великолепный рысак, впряженный в пролетку, простую и элегантную, как черный фраг Дэнди. Дождь, между тем, усиливался. Появились зонты, парасоли, макентоши. Едущие перекликались издали. «Здравствуйте!» «Как себя чувствуете?» «Да?» «Нет». «До свидания!» Лица мелькали с быстротой китайских теней. Фредерик и Розанетта молчали, ошеломленные этим множеством колес, вертевшихся подли них. Временами тесные вереницы экипажей останавливались все разом. Тогда едущие, пользуясь близким соседством, рассматривали друг друга. Из экипажей, украшенных гербами, на толпу падали равнодушные взгляды. Седоки фиагров смотрели глазами, полными зависти. При зрительной улыбке служили ответом на горделивую осанку богачей. Широко разъянутые рты выражали глупое восхищение. Прохожий, очутившийся посреди мостовой, торопливо отскакивал перед всадником, который скакал между экипажами, чтобы выбраться из этой тесноты. Потом все опять приходило в движение. Кучера отпускали вожжи, вытягивались их длинные бичи, возбужденные лошади встряхивали уздечками, брызгали пеной, лучи заходящего солнца пронизывали пар, подымавшийся от влажных крупов и грив. По триумфальную арку проникались на пыры жеватого света, в котором вспыхивали спицы колес, ручки дверец, концы дышу, кольца сиделок. По обе стороны широкого проезда, напоминавшего поток, где колыхались гривы, одежды, человеческие головы, двумя зелеными стенами возвышались деревья, блестевшие от дождя. Местами уже проглядывало голубое небо, нежное, как шелк. Тут Фредерику вспомнились те давно прошедшие дни, когда он завидовал невыразимому счастью сидеть в одном из таких экипажей рядом с одной из таких женщин. Теперь это счастье пришло, но большой радости от него не было. Дождь перестал. Прохожие, укрывшиеся под колоннадой морского министерства, выходили оттуда. Гуляющие шли по Королевской улице в сторону бульвара. На ступеньках Министерства иностранных дел стояли зеваки. У китайских бань, где в мостовой были выбоины, карета заметила ход. По краю тротуара шел человек в гороховом пальто. Грязь, брызгавшая из-под колес, залила ему спину. Человек в ярости обернулся. Фредерик побледнел. Он узнал Деларье. Выйдя у английского кафе, он отослал экипаж. Розанетта пошла вперед, пока он расплачивался с кучером. Он нагнал ее на лестнице, где она разговаривала с каким-то мужчиной. Фредерик взял ее под руку, но в коридоре ее остановил другой господин. — Да ты иди, — сказала она, — я сейчас. И он пошел один в отдельный кабинет. Оба окна были распахнуты. В окнах домов на противоположной стороне улицы видны были люди. Асфальт, подсыхая, переливал муаром. Магнолия, поставленная на краю балкона, наполняла комнату ароматом. Это благоухание и эта свежесть успокоили его нервы. Он опустился на красный диван под зеркалом. Вошла капитанша и, целуя его в лоб, спросила. — Бедняжки взгрустнулась? — Может, статься, — ответил он. — Ну, не себе одному. Это должно было означать. Забудем наши печали и насладимся счастьем вдвоем. Потом она взяла в губы лепесток цветка и потянулась к Фредерико, чтобы он ее поцеловал. Этот жест, полный сладостной прелести и почти нежности, умилил его. — Зачем ты мне делаешь больно? — спросил он, думая о госпоже Арну. — Делаю больно? Я? Став перед ним, положив ему руки на плечи, она посмотрела на него прищуренными глазами. Вся его добродетель, вся его обида потонули в безграничном малодушии. Он продолжал. — Ведь ты не хочешь меня любить. И притянул ее к себе на колени. Она не сопротивлялась. Он обеими руками обнял ее за талию. Слыша, как шелестит шелк ее платья, он терял голову. — Где они? — произнес в коридоре голос Юсене. Капитанша порывисто встала и, пройдя на другой конец комнаты, повернулась спиной к двери. Она потребовала устриц. Сели за стол. Юсене не был забавен. Вынужденный каждый день писать на всевозможные темы, читать множество газет, выслушивать множество споров и говорить парадоксами, чтобы пускать пыль в глаза, он в конце концов утратил верное представление о вещах, ослепленный тусклым блеском собственных острот. Заботы жизни, некогда легкой, но теперь трудной, держали его в непрестанном напряжении, а из-за бессилия, в котором он не хотел осознаться, он становился ворчливым и язвительным. По поводу Озайи, нового балета, он жестоко ополчился на танцы, а по поводу танцев — на оперу, потом по поводу оперы — на итальянцев, которых теперь заменила труппа испанских актеров, как будто нам еще не надоело Кастилия. Фредерик был оскорблен в своей романтической любви к исыпании и, чтобы прервать этот разговор, спросил о французском коллеже, откуда только что были исключены Эдгар Кине и Мицкевич. Но Юсане, поклонник Деместра, объявил себя приверженцем власти и спиритуализма. Он сомневался в фактах самых достоверных, отрицал историю и оспаривал вещи, менее всего подлежавшие сомнению, вплоть до того, что, услышав слово «геометрия», воскликнул «Ерунда! Это ваша геометрия!» и все время он подражал разным актерам. Главным его образцом был Сенвиль. Это поясничание отчаянно надоело Фредерику. Незерпеливо ерзая на стуле, он под столом задел ногой одну из баллонок, обе неистово залились лаем. «Вы бы отослали их домой!» — сказал он резко. Розанетта никому не решалась доверить собачек. Тогда он обратился к журналисту. «Ну, Юсане, принесите себя в жертву!» «Да, да, дорогой, это было бы так мило!» Юсане повиновался, не заставив себя просить. «Как отблагодарить его за такую любезность?» Фредерико в этом не подумал. Он уже начинал радоваться, что они остались вдвоем, как вдруг вошел лакей. «Сударыня, вас кто-то спрашивает. Как опять?» «Надо все-таки пойти взглянуть», — сказала Розанетта. Он жаждал ее. Она была нужна ему. Ее исчезновение казалось ему вероломством, почти что подлостью. Чего она хочет? Разве мало того, что она оскорбила госпожу Орну? Впрочем, тем хуже для той. Теперь он ненавидел всех женщин. Слезы душили его. Любовь не нашла ответа. Желания были обмануты. Капитанша вернулась и, представляя ему Сизи, сказала, «Я его пригласила. Не правда ли я хорошо сделала?» «Еще бы. Конечно», — Фредерик с улыбкой мученика попросил аристократа присесть. Капитанша стала просматривать меню, останавливаясь на причудливых названиях. «Что, если бы нам съесть тюрбо из кролика а-ля решелье и пудинг по-орлеански?» «О, нет, только не по-орлеански», — воскрикнул Сизи, который принадлежал к легитимистам и хотел сострить. «Вы предпочитаете тюрбо а-ля шамбур?» — спросила она. Такая предупредительность возмутила Фредерико. Капитанша решила взять обыкновенное филе, раков, трюфели, салат из ананаса и ванильный шербет. А там видно будет, пока ступайте. «Да, совсем забыла. Принесите мне колбасы. Без чеснока». Она называла Лакея молодым человеком, стучала ножом по стакану, швыряла в потолок хлебные шарики. Она пожелала тотчас же выпить бургонского. «Перед едой вино не принято пить», — заметил Фредерик. «По мнению Виконта, иногда это делается». «О, нет, никогда. Уверяю вас, что делается». «Ага, вот видишь», — она сопровождала свои слова взглядом, означавшим «он человек богатый, так слушайся его». Между тем дверь ежеминутно хлопала, раздавались безгливые голоса Лакеев, а в соседнем кабинете кто-то барабанил вальс на отвратительном рояле. Разговор со скачек перешел на искусство верховой езды вообще и на две противоположные ее системы. Сизи защищал Боше, Фредерик — графа Д'Ор. Розанетта, наконец, пожала плечами. «Боже мой, довольна! Он лучше тебя знает в этом толк, поверь!» Она ела гранат, облокотившись на стул. Пламя свечей в канделябрах дрожало перед нею от ветра. Яркий свет пронизывал ее кожу переливами перламутра, румянил веки, зажигал блеск в глазах. Багрянец плода сливался с пурпуром ее губ. Тонкие ноздри вздрагивали. Во всем ее облике проступало что-то дерзкое, пьяное и распутное. Это раздражало Фредерико, и в то же время в его сердце вспыхивало безумное желание. Затем она спокойно спросила, чье это было большое ландо с лакеем в коричневой ливреи. «Графиня Домбрюс», — ответил Сизи. «Они очень богаты, да?» «О, чрезвычайно богаты. Ходя у госпожи Домбрюс, она всего-навсего урожденная Бутром, дочь префекта, в состоянии небольшое». Муж ее, напротив, получил, как говорят, несколько наследств. Сизи перечислил, от кого и сколько. Бывая у Домбрюсов, он хорошо знал их историю. Фредерик, желая досадить Сизи, упорно ему противоречил. Он утверждал, что госпожа Домбрюс, урожденная Де Бутром, упирал на ее дворянское происхождение. «Не все ли равно? Мне бы хотелось иметь такую коляску», — сказала капитанша, откидываясь в кресло. Рукав ее платья немного отвернулся, и на левой руке блеснул браслет с тремя опалами. Фредерик заметил его. «Постой, что это?» Все трое переглянулись и покраснели. Дверь осторожно приоткрылась. Показались сперва поля шляпы, а затем профиль Юсане. «Простите, я помешал вам, влюбленная парочка?» Он остановился, удивленный, что видит Сизи, и что Сизи занял его место. Подали еще один прибор. Юсане был очень голоден, и потому на удачу хватал остатки обеда. Мясо с блюда, фрукты из корзина. Держал в одной руке стакан, в другой — вилку, и рассказывал в то же время, как он выполнил поручение. Собачки доставлены в целости и сохранности. Дома ничего нового. Кухарку он застал солдатом. Этот эпизод Юсане сочинил только для того, чтобы произвести впечатление. Капитанша сняла с вешалки свою шляпу, Фредерик бросился к звонку, и еще издали крикнул слуге. «Карету!» «У меня есть карета!» — сказал Викунт. «Помилуйте, сударь!» «Позвольте, сударь!» Они уставились друг на друга. Оба были бледны, руки у них дрожали. Капитанша, наконец, взяла под руку Сизи и, указывая на занятого едой, Юсане, проговорила. «Уж позаботьтесь о нем, он может подавиться. Мне бы не хотелось, чтобы его преданность к моим собачонкам погубила его». Дверь захлопнулась. «Ну?» — сказал Юсане. «Что ну?» Я думал. «Что же вы думали?» «Разве вы не...» Фразу он дополнил жестом. «Да нет, никогда в жизни». Юсане не настаивал. Напросившись на обед, он преследовал особую цель. Так как его газета, называвшаяся теперь не «Искусство», а «Весельчак» с эпиграфом «Канониры по местам», отнюдь не процветала, ему хотелось превратить ее в еженедельное обозрение, которое он издавал бы сам, без помощи Деларье. Он заговорил о своем старом проекте и изложил новый план. Фредерик, не понимавший, по-видимому, в чем дело, отвечал не впопад. Юсане схватил со стола несколько сигар, сказал «Прощай, дружище», и скрылся. Фредерик потребовал счет. Счет был длинный, а пока гарсон с лалфеткой под мышкой ожидал уплаты, подошел второй бледный субъект, похожий на Мартинона, и сообщил «Прошу прощения, забыли внести в счет стоимость фиакра». Какого фиакра? Того, что отвозил барина с собачками. Лицо гарсона вытянулось, как будто ему жаль было бедного молодого человека. Фредерику захотелось дать ему пощечину. Он оставил ему на водку все двадцать пять франков сдачи. «Благодарю, ваша светлость», — сказал человек с салфеткой, низко кланяясь. Весь следующий день Фредерик предавался гневу и мыслям о своем унижении. Он упрекал себя, что не дал пощечины сизи. А с капитаншей он клялся больше не встречаться. В других столь же красивых женщинах не будет недостатка. Так как для того, чтобы обладать ими нужны деньги, он продаст свою ферму, будет играть на бирже, разбогатеет, своей роскошью сразит капитаншу, да и весь свет. Когда настал вечер, его удивило, что он ни разу не подумал о госпоже Арну. «Тем лучше. Что толку?» На третий день в восемь часов утра его посетил Пелерен. Он начал с похвал обстановки, с любезностей. Потом друг спросил, «Вы были в воскресенье на скачках?» «Увы, да». Художник начал возмущаться английскими лошадьми, восхвалять лошадей Жиряко, коней Парфенона. «С вами была Розанетта?» Он ловко начал расхваливать ее. Холодность Фредерико его смутила. Он не знал, как заговорить о портрете. Первоначально он намеревался написать портрет в манере Тициана. Но мало-помалу его соблазнил богатый колорит модели. И он дал себе полную волю, накладывая слой за слоем, нагромождая пятна света. Сперва Розанетта была в восторге. Ее свидание с Дельмаром прервали эти сеансы, и Пелерен на досуге только и делал, что восхищался самим собой. Затем, когда восхищение улеглось, он спросил себя, достаточно ли величия в картине. Он сходил посмотреть полотна Тициана, понял разницу, признал свое заблуждение и стал отделывать контуры. Затем он попытался, ослабив их, слить, сблизить тонны головы и фон картины. И лицо стало отчетливее, тени внушительнее. Во всем появилась большая четкость. Наконец, капитанша снова пришла. Она даже позволила себе делать замечания. Художник, разумеется, стоял на своем. Он приходил в бешенство от ее глупости, но потом сказал себе, что, может быть, она и права. Тогда начался период сомнений. Бесплодных усилий, которые вызывают спазмы в желудке, бессонницу, лихорадку, отвращение к самому себе, у него хватило мужества поправить картину, но делал он это неохотно, чувствуя, что работа его неудачна. Жаловался он вслух лишь на то, что картину отказались принять на выставку. Затем упрекнул Фредерико. Ведь тот даже не зашел взглянуть на портрет капитанши. Какое мне дело до капитанши? Эти слова придали смелости пелерену. Представьте себе, теперь этой дуре портрет больше не нужен. Он не сказал, что потребовал с нее тысячу экю. Капитанше было все равно, кто заплатит за портрет, но, предпочитая получать от Арну вещи более необходимые, она просто ничего не сказала ему о портрете. — А что же Арну? — спросил Фредерик. Розанетта уже посылала к нему пелерена. Бывшему торговцу картинами портрет оказался не нужен. — Он утверждает, что эта вещь принадлежит Розанетте. — Действительно, это ее собственность. — Как она прислала меня к вам? — сказал пелерен. Если бы он верил в совершенство своего произведения, то, быть может, и не подумал бы о том, чтобы его сбыть. Но известная сумма, при том сумма значительная, могла бы явиться опровержением критиков и подспорьем для него самого. Чтобы отделаться от художника, Фредерик вежливо спросил его о цене. Чудовищная цифра возмутила его. — Нет, нет, — сказал он. — Но ведь вы ее любовник! Вы заказали мне картину! — Позвольте, я был посредником. — Но не может же портрет оставаться у меня! Художник пришел в бешенство. — Я никогда не думал, что вы такой жадный! — А я не думал, что вы такой скупой, слуга покорный! Не успел он уйти, как явился Сенекаль. Фредерик смутился, встревожился. Что случилось? Сенекаль рассказал целую историю. В субботу, часов в девять, госпожа Арну получила письмо. Ее взывали в Париж. Случайно не оказалось никого, кто мог бы отправиться в Крейль за экипажем, и она вздумала послать меня. Я отказался, потому что это не входит в мои обязанности. Она уехала и вернулась в воскресенье вечером. Вдруг вчера утром на фабрике появляется Арну. Бордосска ему нажаловалась. Не знаю, что у них там такое, но он при всех сложил с нее штраф. У нас произошел крупный разговор. Словом, он меня рассчитал. Вот и все. — Впрочем, я не раскаиваюсь, — прибавил Сенекаль, отчеканивая слова. — Я исполнил свой долг. Но все равно это ваша вина. — Почему моя? — воскликнул Фредерик, опасаясь, как бы тот не догадался. Сенекаль, очевидно, ни о чем не догадывался. Он продолжал. — Да если бы не вы, я, может быть, нашел бы что-нибудь получше. Фредерик испытывал нечто похожее на угрызение совести. — Чем я теперь могу быть вам полезен? Сенекаль просил устроить ему какое-нибудь занятие, какое-нибудь место. — Вам это легко. У вас столько знакомых, в том числе и господин Домбрёз, как мне говорил Доларье. Другу Доларье упоминание о нем было неприятно. После встречи на Марсовом поле он вовсе не собирался посещать Домбрёзов. Я недостаточно с ними близок, чтобы кого-нибудь рекомендовать им. Демократ стоически перенес этот отказ и, немного помолчав, сказал «А я уверен, что всему причиной Бордоска, да еще ваша госпожа Арну». Слова «ваша госпожа Арну» убили в сердце Фредерико всякое желание ему помочь. Однако из деликатности он взял ключ от своего бюро. Сенекаль предупредил его. — Благодарю вас. Затем, позабыв о своих невзгодах, Сенекаль заговорил о государственных делах, об орденах, которые щедро раздаются в день рождения короля, о смене кабинета, о процессах Друаяра и Бенье, наделавших много шума. Он возмущался буржуазии и предрекал революцию. Его взгляды привлек висевший на стене японский кинжал. Он взял его, потрогал рукоятку, потом брезгливо бросил на диван. Но прощайте, мне пора к лорецкой богоматери. Вот как? Зачем? Сегодня годовщина смерти Готфруа Кавиньяка. Он-то умер на посту. Но не все еще кончено. Посмотрим. Сенекаль бодро протянул ему руку. «Мы не увидимся, быть может, никогда. Прощайте». Это дважды повторенное «прощайте» взгляд из-под насупленных бровей, брошенный на кинжал, эта покордность судьбе и, главное, эта торжественность настроили Фредерико на мечтательный лад. Вскоре он перестал думать о Сенекале. На той же неделе гаврский нотариус прислал Фредерику деньги, вырученные от продажи фирмы – 174 тысячи франков. Он разделил сумму на две части. Одну положил в банк, другой отнес биржевому маклеру, чтобы начать игру на бирже. Он обедал в модных ресторанах, посещал театры и старался развлекаться. Среди таких занятий его застало письмо Юсане, весело сообщавшего ему, что капитанша на другой же день после скачек оставила Сизи. Это обрадовало Фредерико. Он не стал задумываться, почему повеса Юсане пишет ему об этом. Три дня спустя случай привел его встретиться с Сизи. Молодой дворянин проявил полное самообладание и даже пригласил его обедать в среду на следующей неделе. Утром этого дня Фредерик получил от судебного пристава бумагу, в которой господин Шарль Жан-Батист Удри извещал его, что согласно определению суда к нему перешло имение, находящееся в Бельвилле и принадлежавшее господину Жаку Арну, и что он готов уплатить 223 тысячи франков стоимость имения. Но из того же уведомления явствовало, что сумма, за которой оно было заложено, превышает его стоимость, а потому долговое обязательство, данное Фредерико, утрачивает свою силу. Вся беда случилась от того, что в свое время срок действия закладной не был продлен. Арну взялся сделать это и забыл. Фредерик рассердился на него, а когда гнев прошел, сказал себе, ну, чего уж там, если эти деньги могут его спасти, тем лучше. Я от этого не умру. Не стоит и думать о них. Но, разбирая бумаги у себя на столе, он опять наткнулся на письмо Юсене и обратил внимание на постскриптум, которого в первый раз не заметил. Журналист просил пять тысяч франков, ни больше и ни меньше, чтобы наладить дела газеты. И надоел же он. Фредерик послал Юсене лаконичную записку с резким отказом и стал одеваться, чтобы ехать на обед в Золотой дом. Сизи представил ему своих гостей, начав с самого почтенного, толстого седовласого господина. Маркиз Жильбер дез Онне, мой крестный отец. Господин Анселем де Форшамбо, сказал он о другом госте. То был белокурый и хилый молодой человек, уже лысый. Затем указал на мужчину лет сорока, державшего себя просто. Это был человек, похожий не то на ломового извозчика, не то на семинариста с большими бакенбардами и в длинном сюртуке, застегнутом на одну нижнюю пуговицу, так что он топорщился на груди. Сизи ожидал еще одно лицо, барона де Комена, который обещал быть, но не наверно. Он каждую минуту выходил, казался взволнованным. Наконец, в восемь часов все перешли в залу великолепно освещенную и слишком просторную для такого числа гостей. Сизи выбрал ее нарочно для большей торжественности. Ваза из позолоченного серебра, в которой были и цветы, и фрукты, занимала середину стола, уставленного по старинному французскому обычаю серебряными блюдами. Их окаймляли небольшие блюда с соленьями и пряностями, возвышались кувшины с замороженным розовым вином. Пять бокалов разной высоты стояли перед каждым прибором, снабженным множеством замысловатых приспособлений для еды, назначение которых было неизвестно. И уже на первую перемену были поданы осетровая головизна с шампанским, йоркская ветчина, вымоченная в такайском, дрозды в сухарях, жареные перепелки, валаван под бешемелью, соте из красных куропаток и, наконец, по обе стороны всех этих яств картофельный салат с трюфелями. Люстра и жирандоли освещали залу, стены были обтянуты красным шелком. За креслами, обитыми Софьяном, стояли четыре лакея во фрагах. При этом зрелище гости не могли удержаться от возгласов восхищения, в особенности наставник. — Право, наш амфитрион совсем забыл о благоразумии. Это слишком! — Что вы, — сказал Виконт да сизи, — пустяки. И, проглотив первую ложку, спросил. — Ну как же, дорогой Дезонне, смотрели вы в Пале-Рояль отца и дворника? — Ты же знаешь, что у меня нет времени, — ответил Маркиз. По утрам он был занят, так как слушал курс лесоводства. Вечером посещал сельскохозяйственный клуб, а днем изучал на заводах производство земледельческих машин. Проводя три четверти года в Сент-Тунже, он пользовался пребыванием столицы для пополнения своих знаний, и его широкополая шляпа, которую он положил на консоль, была полна брошюр. Сизи заметил, что господин де Форшамбо отказывается от вина. — Пейте же, право! — Сплоховали вы, ведь это ваш последний холостой обед! При этих словах все стали раскланиваться и поздравлять жениха. — А юная особо очаровательна, не правда ли? — спросил наставник. — Еще бы! — воскликнул Сизи. — Как бы то ни было, он не прав. Жениться так глупо! — Ты судишь легкомысленно, друг мой, — возразил господин Дезоне, в глазах которого появились слезы. Он вспомнил свою покойницу. А Форшамбо, посмеиваясь несколько раз, к ряду повторил. — Сами тем же кончите, вот увидите. Сизи не соглашался. Он предпочитал развлекаться, вести образ жизни во вкусе регенства. Он хотел изучить приемы драки, чтобы посещать кабаки старого города, как принц Рудольф в парижских тайнах. Извлек из кармана короткую трубку, был груб с прислугой, пил чрезвычайно много и, чтобы внушить высокое мнение о себе, бронил все кушанье, а трюфели велел унести. И наставник, лакомившийся ими, сказал, чтобы ему угодить. — Да, это не то, что яйца в сабайоне, которые готовили у вашей бабушки. Он возобновил разговор со своим соседом-агрономом, который считал, что жизнь в деревне имеет много преимуществ, позволяя ему, например, воспитывать в своих дочерях любовь к простоте. Наставник приветствовал такие взгляды и грубо льстил ему, думая, что тот имеет влияние на его воспитанника, которому ему втайне хотелось попасть в управители. Фредерик был зол на Сизи. Глупость Виконта его обезоружила. Но жесты Сизи, его лицо, все в нем напоминало Фредерику «Обед в английском кафе», и это все сильнее раздражало его. Он не без удовольствия прислушивался к нелюбезным замечаниям, которые в полголоса делал кузен Жозеф. Добрый, малый, без всякого состояния, страстный охотник и биржевой игрок. Сизи в шутку несколько раз назвал его Плутом. Потом вдруг воскликнул «А, вот и барон!» Вошел мужчина лет тридцати с грубоватым лицом и вкратчивыми движениями. Шляпу он носил на бекрень, в петлицу, вдел цветок. То был идеал Виконта. В восторге от такого гостя, вдохновленный его присутствием, он решился сказать каламбур по поводу глухаря, которого как раз подавали. «Вот глухарь! Он глух, но не глуп!» Сизи забросал господина Декомена вопросами о разных лицах, неизвестных остальным гостям. Наконец, словно вспомним, что-то спросил. «А скажите, вы подумали обо мне?» Тот пожал плечами. «Рано вам, малыш, нельзя!» Сизи просил господина Декомена ввести его в свой клуб. Барон, сжалившись, очевидно, над самолюбивым юнцом, сказал, чуть было не забыл. «Поздравляю, дорогой мой, ведь вы выиграли пари!» «Какое пари?» «Да там, на скачках, вы утверждали, что в тот же вечер будете у этой дамы!» Фредерик испытал такое чувство, словно его хрестнули бичом. Но он сразу успокоился, увидев смущенное лицо Сизи. «Действительно, уже на другой день, как только появился Арну, прежний ее любовник, ее Арну, капитанша раскаялась. Они дали понять Виконту, что тот лишний, и выставили вон, немало не церемонясь. Он сделал вид, что не расслышал. Барон прибавил. «Что поделывает, милейшая Роза? У нее все такие же красивые ножки!» Он хотел показать, что близко с нею знаком. Фредерико обозлило это открытие. «Тут нечего краснеть», — предложил Барон. «Оно неплохо». Сизи щелкнул языком. «Да и не так уж хорошо». «Вот как?» «Конечно». «Во-первых, я не вижу в ней ничего особенного. А потом, таких, как она, можно найти сколько угодно. Ведь, как-никак, это товар не для всех!» раздраженно возразил Фредерик. «Ему кажется, что он не такой, как все», — сказал Сизи. «Вот чудак!» Гости засмеялись. У Фредерико сердце так сильно билось, что он задыхался. Он выпил залпом два стакана воды. Но у Барона сохранились приятные воспоминания о Розанете. «Она по-прежнему с неким Арну?» «Ничего не могу сказать», — ответил Сизи. «Я не знаю этого господина». Тем не менее, он стал утверждать, что Арну — мошенник. «Позвольте!» — крикнул Фредерик. «Да это же всем известно! У него даже был процесс!» «Неправда!» — Фредерик вступился за Арну. Он ручался за его честность. Сам поверил в нее. Придумывал цифры, доказательства. Виконт, обозленный и к тому же пьяный, упрямился. Фредерик строго спросил его. «Вы хотите меня оскорбить?» Взгляд, брошенный им на Виконта, был жгуч, как кончик его сигары. «О, ничуть! Я даже согласен, что у него есть нечто весьма хорошее. Его жена!» «Вы ее знаете?» «Еще бы!» «Софи Арну!» «Кто ее не знает?» «Как вы сказали?» Сизи поднялся и, запинаясь, повторил. «Кто ее не знает?» «Замолчите!» «Она не из тех, у кого вы бываете!» «Надеюсь!» Фредерик швырнул ему в лицо тарелку. Она молнией пролетела над столом, повалила две бутылки, разбила салатник, раскололась на три части, ударившись о серебряную вазу и угодила Виконту в живот. Все вскочили, чтобы удержать Сизи. Он отбивался, кричал, был в ярости. Господин Дезоне отвердил. «Успокойтесь!» «Ну, полно, дитя мое!» «Но это же ужасно!» Вопил наставник. Фаршамбо был бледен, как полотной дрожал. Жозеф громко хохотал. Лакеи вытирали вино, поднимали с пола осколки. Оборон затворил окно, потому что, несмотря на стук экипажей, шум могли услышать на бульваре. В ту минуту, когда Фредерик бросил тарелку, все говорили разом. Поэтому осталось невыясненным, что дало повод к оскорблению. Кто был причиной? Сам Арну, госпожа Арну, Розанета или еще кто-нибудь? Несомненно, было одно. Ни с чем несравнимая грубость Фредерика, но он решительно отказался вырастить хоть малейшее сожаление. Господин Дезоне попытался смягчить его. Кузен Жозеф также. О том же старались наставник и даже Фаршамбо. Барон тем временем успокаивал Сизи, который проливал слезы, ослабев от нервного потрясения. Раздражение Фредерика напротив все росло, и дело, может быть, не разрешилось бы до самого утра, если бы барон не сказал, чтобы положить этому конец. Милостивый государь, Виконт пришлет к вам завтра своих секундантов. В котором часу? В полдень, если разрешите. К вашим услугам, милостивый государь! Очутившись на улице, Фредерик вздохнул полной грудью. Слишком уж долго он сдерживался. Наконец-то он дал себе волю. Он чувствовал какую-то мужественную гордость, прилив внутренней силы, которая опьяняла его. Ему требовались два секунданта. Первый, о ком он подумал, был Рыжембар. И он тотчас же направился в известный ему кабачок на улице Сен-Дени. Ставни были закрыты, но в окошке над дверью блестел свет. Дверь открылась, и он вошел, несколько наклонив голову, чтобы не задеть навес. В пустом помещении горела свечка, поставленная на прилавок у самого края. Все табуреты ножками вверх стояли у стен. Хозяин с хозяйкой и слуга ужинали в углу у двери в кухню. Рыжембар, не сняв шляпы, разделял их трапезу и стеснял слугу, который сидел боком и при каждом глотке принужден был поворачиваться к столу. Фредерик коротко рассказал Рыжембару, в чем дело, и объяснил свою просьбу. Гражданин сперва ничего не ответил. Он хмурился, как будто раздумывал. Несколько раз обошел комнату и, наконец, сказал «Хорошо, с удовольствием». Кровожадная улыбка осветила его лицо, когда он узнал, что противник — аристократ. — Уж мы не дадим ему спуску, будьте спокойны. Во-первых, дуэль на шпагах. — Ну, может быть, — заметил Фредерик, — я не имею права. — Говорят вам, надо драться на шпагах, — резко возразил гражданин. — Вы умеете фехтовать? — Немножко. — Ах, немножко. Все они таковы, а туда же рвутся в бой. Будто чему-нибудь научились на уроках фехтования. — Слушайте. Сохраняйте дистанцию, не выходя из круга. Отступайте, отступайте. Измотайте противника. Потом нападайте открыто. А главное — никаких хитростей, никаких ударов в духе ла фужера. Нет, просто раз, два, отбой. Вот смотрите, надо поворачивать кисть, как будто вы отпираете ключом. — Дядюшка Ватье, дайте-ка вашу трость. Ага, вот это мне и нужно. Он схватил палку, с помощью которой зажигали газ, округлил правую руку, согнул левую в локте и стал наносить удары стене. Он притопывал ногой, оживился и, делая вид, будто встречает препятствие, кричал «Попался, а? Попался!» И на стене вырисовывался его огромный силуэт, а шляпа словно касалась потолка. Хозяин время от времени приговаривал «Браво! Прекрасно!» Супруга его тоже восхищалась, хоть и была взволнована. А Теодор, бывший солдат, к тому же ярый поклонник Ржимбара, от изумления прирос к полу. На следующий день рано утром Фредерик поспешил в магазин, место службы Дюссардье. Миновав ряд помещений, где полно было материй, сложенных на полках или выставленных на прилавках, а на деревянных подставках в виде грибов висели шали, он обнаружил Дюссардье в какой-то клетке за решеткой среди счетных книг. Он писал, стой за конторкой. Славный малый тотчас же бросил свои дела. Секунданты прибыли ровно в двенадцать. Фредерик счел более приличным не присутствовать при переговорах. Барон и господин Жозеф заявили, что их удовлетворит самое простое извинение. Но Ржимбар, державшийся правила никогда не уступать и считавший своим долгом защищать честь Арну, Фредерик ни о чем другом ему не говорил, потребовал, чтобы извинения принес Виконт. Господин Декомен был возмущен такой наглостью. Гражданин не желал идти на уступки. Примирение стало невозможным. Было решено драться. Возникли новые затруднения, так как по правилам выбор оружия принадлежал оскорбленному, то есть Сизи. Но Ржимбар утверждал, что посылая вызов, Виконт тем самым выступает как оскорбитель. Секунданты Сизи возмутились, ведь пощечина как-никак жесточайшее оскорбление. Но гражданин, придравшись к словам, возразил, что удар не пощечина. Наконец решено было обратиться к военным, и все четыре секунданта ушли, чтобы где-нибудь в казармах посоветоваться с офицерами. Они остановились у казармы на набережной Арсе. Господин Декомен обратился к двум капитанам и изложил им предмет спора. Капитаны сперва ничего не поняли, так как замечания, которые вставлял гражданин, только путали дело. В конце концов, они предложили секундантам составить протокол, прочитав который, они смогут вынести решение. Перешли в кафе. Из осторожности в протоколе Сизи был обозначен буквой Г, а Фредерик — буквой К. Потом вернулись в казарму. Офицеров не было. Но скоро они показались и объявили, что выбор оружия, несомненно, принадлежит господину Г. Все отправились к Сизи. Режимбар и Зюсарье остались на улице. Виконт, узнав об этом решении, так взволновался, что несколько раз заставил повторить его. А когда господин де Комен заговорил о требованиях Режимбар, он пролепетал, однако же, втайне склоняясь к тому, чтобы согласиться на них. Потом он рухнул в кресло и заявил, что драться не будет. — Как? Что? — спросил барон. И тут из уст Сизи полился беспорядочный поток слов. Он хотел стрелять в упор через платок и чтобы пистолет был один. Или пусть в стакан насыплют мышьяку и бросят жребий. Это иногда делается. Я читал. Барон, человек нрава не особенно терпеливого, оборвал его. — Господа секунданты ждут вашего ответа. Это неприлично, в конце концов. Что вы выбираете? Ну, шпагу, что ли? Виконт кивнул головой, что означало «да», и дуэль была назначена на следующее утро, ровно в семь часов у заставы Майо. Дюссардье был вынужден вернуться к себе в магазин, сообщить обо всем Фредерику, пошел режим барон. Фредерик целый день оставался без вестей. Его нетерпение перешло всякие пределы. — Тем лучше! — воскликнул он. Гражданин был доволен его самообладанием. — От нас требовали извинений. Вообразите! Пустяк! Одно какое-нибудь словечко. Но я им показал. Ведь я так и должен был поступить, не правда ли? — Разумеется, — сказал Фредерик, и подумал, что лучше было бы пригласить другого секунданта. Потом, уже оставшись один, он несколько раз повторил слух. — Я буду драться на дуэли. — Да. Я буду драться. Странно. Расхаживая по комнате, он заметил в зеркале, что лицо у него побледнело. — Уж не трушу ли я? — Страшное беспокойство владело им при мысли, что на дуэли он арабеет. — А что, если меня убьют? — Ведь отец тоже погиб на дуэли. — Да, меня убьют. И вдруг ему представилась мать в трауре. Бессвязные образы замелькали у него перед глазами. Он пришел в отчаяние от своего малодушия. И его обуял порыв храбрости. Охватило жажда истребления. Он не отступил бы перед целым батальоном. Когда возбуждение улеглось, он с радостью почувствовал, что непоколебим. Чтобы рассеяться, он пошел в театр, где давали балет, послушал музыку, поглядел на танцовщиц, а в антракте выпил стакан пунша. Но, увидев дома свой кабинет, обстановку, среди которой находился, быть может, в последний раз ощутил какую-то слабость. Фредерик спустился в садик. Сверкали звезды. Он предался их созерцанию. Мысль, что он будет драться за женщину, возвышала, облагораживала его в собственных глазах. И он спокойно лег спать. Иначе вел себя Сизи. Когда ворон уехал, Жозеф сделал попытку пробудить в нем бодрость. Но так как Виконт не поддавался уговорам, он предложил «Однако, любесный, если ты предпочитаешь замять дело, я пойду скажу им». Сизи не решился ответить «Да, конечно». Но затаил злобу на своего кузена, который не оказал ему этой услуги без его ведома. Виконту хотелось, чтобы Фредерик умер этой ночью от апоплексического удара. Или чтобы вспыхнуло восстание, и наутро оказалось столько баррикад, что пробраться в Булонский лес было бы невозможно. Или чтобы какое-нибудь препятствие помешало явиться одному из секундантов, ибо за отсутствием секунданта поединок не состоится. Он жаждал уехать на курьерском поезде все равно куда. Жалел, что не знает медицины, а то принял бы какое-нибудь безвредное снадобье, уснул бы, и окружающие сочли бы его мертвым. Он дошел до того, что стал мечтать о каком-нибудь тяжелом заболевании. Ища советы и поддержки, он послал за господином Дезон-Э. Оказалось, что этот достойный человек уехал к себе в Сент-Тонш, получив депешу о болезни одной из дочерей. Сизи это показалось дурным предзнаменованием. К счастью, зашел господин Везу, его наставник. Тут начались излияния. — Что делать? Боже мой, что делать? — Я бы на вашем месте, граф, нанял на крытом рынке какого-нибудь молодца, и тот вздул бы его. — Он поймет, кто его подослал, — возразил Сизи. Время от времени он испускал стон. Наконец спросил, а разве закон разрешает драться на дуэли? — Это пережиток варварства. Ну что поделаешь? Педагог из сочувствия Эквиконту сам напросился на обед. Воспитанник ничего не ел, а после обеда почувствовал потребность прогуляться. Когда они проходили мимо церкви, он сказал, «Не заглянуть ли так ненадолго?» Господин Везу охотно согласился и даже предложил ему святой воды. Был май, престол утопал в цветах, слышалось пение, звучал орган, но молиться Виконт не мог. Богослужение напоминало ему о похоронах. В ушах как будто раздавались невнятные слова «де профундис». Пойдемте мне не по себе. Всю ночь они играли в карты. Виконт старался проигрывать, чтобы умилостивить рок, и господин Везу этим воспользовался. Уже на рассвете измученный Сизи уронил голову на зеленое сукно и погрузился в дремоту, полную неприятных сновидений. Однако, если храбрость есть желание побороть слабость, то Виконт оказался храбрым, ибо, увидев секундантов, которые пришли за ним, он взял себя в руки. Самолюбие подсказывало ему, что отступление его погубит. Господин Декомен похвалил его за бодрость. Но, сидя в фиакре, от тряски и утреннего солнца он ослабел. Душевные силы покинули его. Он даже не узнавал улицы. Барон, развлечения ради, усиливал его страх, заговаривая о трупе, который придется тайком провести в город. Жозеф отмечал в том же духе. Оба они, считая всю эту историю смехотворной, были убеждены, что все уладится. Сизи ехал, понурив голову. Он медленно поднял ее и заметил, что не взяли с собой врача. — Это ни к чему, — сказал барон. — Так значит, опасности нет? — Жозеф ответил торжественно. — Будем надеяться. И в карете никто больше не проронил ни слова. В десять минут восьмого прибыли к заставе Майо. Фредерик и его секунданты находились уже там, все трое одетые в черное. Режимбар вместо обычного галстука надел галстук военных на конском волосе. В руках у него был длинный ящик, вроде футляра для скрипки, всегда фигурирующий в подобных случаях. Дуэлянты холодно обменялись поклонами. Затем все направились вглубь Булонского леса, по мадридской дороге, чтобы выбрать подходящее место. Режимбар сказал Фредерику, который шел между ними и тюссарде. — Ну как, вы справились со страхом? — Если вам что-нибудь нужно, не стесняйтесь, я ведь понимаю. Человеку свойственно бояться. И, понизив голос, добавил. — Не курите. Курение расслабляет. Фредерик бросил сигару, которая ему мешала, и твердым шагом продолжал путь. Виконт шел сзади, поддерживаемый своими секундантами. Навстречу изредка попадались прохожие. Небо было голубое. Порой в траве раздавался шорох. Это прыгали кролики. На повороте тропинки женщина в клетчатом платке разговаривала с мужчиной в блузе. По большой аллее, обсаженной каштанами, конюхи в полотняных куртках прогуливали лошадей. Сизи вспоминались те счастливые дни, когда, с моноклиум в глазу, верхом на своем рыжем жеребце, он горцевал рядом с какой-нибудь коляской. Воспоминания еще усилили его тоску. Мучила невыносимая жажда. Жужжание мух сливалось с пульсацией собственной крови. Ноги вязли в песке. Ему казалось, что путь продолжается целую вечность. Секунданты, не останавливаясь, пристально смотрели по сторонам. Начали обсуждать, куда идти, к каталанскому кресту или к богательской стене. Наконец свернули направо и, дойдя до рощицы, остановились под соснами. Место выбрали так, чтобы обоих противников поставить в одинаковые условия. Отметили, куда им следует стать. Режимбар отпер свой ящик. В нем, на красной софьяновой подушке, лежали четыре великолепные шпаги с выемкой посередине, с филигранными украшениями на рукоятках. Яркий луч, прорезав листву, упал на шпаги, и сизи они показались серебряными змеями, сверкнувшими над лужей крови. Гражданин показал, что все они равной длины. Третью он взял сам, чтобы в случае необходимости разнять противников. Господин Декомен держал трость. Наступило молчание. На всех лицах читалась растерянность или жестокость. Фредерик снял сюртук и жилет. Жозеф помог сизи сделать то же самое. Когда тот развязал галстук, все заметили, что у него на шее образок. У Режимбара это вызвало улыбку презрительной жалости. Тогда господин Декомен, чтобы дать Фредерику еще минуту на размышления, попытался кое-кому придраться. Он оговаривал право надеть перчатку, схватить шпагу противника левой рукой. Режимбару не терпелось приступить к делу, и он не возражал. Наконец барон обратился к Фредерику. Все зависит от вас. В признании своих ошибок нет ничего постыдного. Дюссардье в знак согласия кивнул головой. Гражданин пришел в негодование. Что же, по-вашему, мы сюда в игрушки играть пришли, черт побери! По местам! Противники стояли друг против друга, секунданты по бокам. Режимбар крикнул. — Начинайте! Сизи смертельно побледнел. Кончик его шпаги задрожал, как хлыст. Он запрокинул голову, раскинул руки и упал на спину, лишившись чувств. Жозеф поднял виконта и, поднеся к его носу флакон с солью, стал трясти изо всех сил. Тот открыл глаза и вдруг, как безумный, ринулся к своей шпаге. Фредерик держал шпагу на готове и ждал противника, глядя прямо перед собой. — Остановитесь! — Остановитесь! — донесся с дороги чей-то голос. Раздался топот лошади, мчавшийся во весь опор. Сучья ломались оверх кабриолета. Какой-то человек, высунувшись из экипажа, махал платком и продолжал кричать. — Остановитесь! — Остановитесь! Господин Декамен, думая, что это вмешалась полиция, поднял трость. — Довольно! Перестаньте! Виконт ранен! — Я ранен? — спросил Виконт. В самом деле, падая, он оцарапал себе большой палец с левой руки. — Да это когда он упал, — пояснил гражданин. Барон притворился, что не расслышал. Из кабриолета выскочил Орну. — Я опоздал! — Нет! — Слава Богу! Он схватил в охапку Фредерико, ощупывал его, покрывал поцелуями его лицо. — Я знаю причину! Вы заступились за старого друга! Это прекрасно! Да, прекрасно! Никогда этого не забуду! Какой вы чудесный человек! Ах, милое дитя! Он не оторвал от него глаз, смеялся и плакал от радости. Барон обернулся к Жозефу. — Думаю, мы лишние на этом маленьком семейном празднике. Ведь все кончено, господа, не правда ли? Виконт, подвяжите руку. Вот, возьмите мой платок. И с повелительным жестом прибавил. — Полно же! Миритесь! Таков обычай! Противники нехотя обменялись рукопожатием. Виконт, господин Декомен и Жозеф удалились в одну сторону, Фредерик со своими приятелями — в другую. Поблизости находился ресторан «Мадрид», и Арну предложил зайти туда выпить по кружке пива. — Можно бы и позавтракать, — сказал Режимбар. Но Дюсарье спешил. Пришлось ограничиться легкой закуской в саду. Все четверо пребывали в том блаженном состоянии, какое наступает вслед за счастливой развязкой. Гражданин все же досадовал, что дуэль прервали в самый интересный момент. Арну узнал о ней от приятеля Режимбара, некоего Компена, и в великодушном порыве поспешил в Булонский лес, чтобы помешать дуэли, считая себя ее причиной. Но попросил Фредерика рассказать подробности. Фредерику, которого тронула привязанность Арну, было совестно поддерживать в нем заблуждение. Бога ради довольна об этом. В его сдержанности Арну увидел проявление деликатности. И тут же, с обычным своим легкомыслием, он перешел на другую тему. «Что нового, гражданин?» Они заговорили о векселях, платежных сроках. Чтобы устроиться поудобнее, пересели к другому столу и стали шептаться. Фредерик разобрал слова. «Вы меня подпишете?» «Да, но вы-то, разумеется, я, наконец, перепродал за триста. Выгодное дело, право». Словом, было ясно, что Арну и гражданин обделывают вместе какие-то дела. Фредерик хотел напомнить Арну о своих пятнадцати тысячах. Но давешнее его появление исключало возможность упреков даже самых мягких. К тому же давало себя знать усталость. Место было неподходящее. Он отложил разговор до другого раза. Арну, сидя в тени же с минного куста, курил и был очень весел. Окинув взглядом двери отдельных кабинетов, которые все выходили в сад, он сказал, что бывал здесь прежде очень часто. «И не один, наверное?» спросил гражданин. «Еще бы!» «Какой бы шалопая! Ведь женатый человек!» «Ну а вы-то!» подхватил Арну и снисходительно улыбнувшись заметил. «Я даже убежден, что у этого бездельника имеется где-нибудь комнатка, и он там принимает девочек!» Подтверждение этих слов гражданин только поднял брови. Тут оба они стали распространяться о своих вкусах. Арну нравились теперь молоденькие девочки, работницы. Режим бар терпеть не мог, жеманец и ценил превыше всего положительные свойства. Торговец Фаянсом пришел к выводу, что не следует относиться к женщинам серьезно. «А свою жену он все-таки любит», думал Фредерик, возвращаясь домой. Арну казался ему человеком бесчестным. Он сердился на него за эту дуэль, как будто ради него только что расковал жизни. Фредерик, благодарный Дюссарде за преданность, настойчиво приглашал его к себе и, в конце концов, приказчик стал ежедневно посещать приятеля. Фредерик давал ему книги Тира, Дюлора, Баранта, Жерандистов, Ла Мартина. Добрый и малый внимательно слушал и принимал его мнение, как мнение наставника. Однажды вечером он явился в полном смятении. Утром того же дня на бульваре на него наскочил человек, мчавшийся во весь дух, и, узнав в нем одного из друзей Сенекаля, сообщил, «Сенекаля сейчас схватили! Мне пришлось бежать!» Это была совершенная правда. Весь день Дюссарде наводил справки. Сенекаль, обвиняемый в политическом преступлении, сидел теперь в тюрьме. Родом из Лиона, сын мастера, ученик одного из адептов Шолье, Сенекаль, по приезде в Париж, вступил в члены общества семейств. Образ его жизни был известен. Полиция за ним следила. В мае 1839 года он оказался в числе сражавшихся. С тех пор он держался в тени, но негодование его все росло. Фанатически поклоняясь Алибо, он не видел разницы между недовольством, которое внушало ему общество, и злобой, возбуждаемой в народе монархией. Каждое утро он просыпался с надеждой на революцию, которая за две недели или за месяц изменит мир. Выведенный из терпения нерешительностью своих собратьев, взбешенный задержками, которые отдаляли его мечту, разуверившись в поддержке родного народа, он вступил, как химик, в ряды заговорщиков, изготовлявших зажигательные бомбы, и был застигнут врасплох по пути на Монмартр, где собирался испытать действие пороха, который нес с собой. Отчаянная попытка установить республику. Дюссардье республика была не менее дорога, чем Сенекалю, ибо в его представлении она означала свободу и всеобщее счастье. Однажды, ему тогда было пятнадцать лет, он увидел на улице Транс-Нонейн, возле бокалейной лавочки, солдат со штыками красными от крови. К прикладам ружей прилипли волосы. С тех пор правительство возмущало его, как воплощение несправедливости. В его глазах жандармы и убийцы мало чем отличались друг от друга. Сыщик был для него тем же, что отца-убийца. Все зло, существующее на земле, он приписывал по простоте душевной власти и ненавидел ее ненавистью органической, постоянной, царившей в его сердце и обострявшей все его чувства. Разглагольствования сыны Каля покорили его. Виновен тот или не виновен, преступна ли или нет его попытка, не все ли равно. Раз он стал жертвой власти, надо ему помочь. Пэры вынесут ему, конечно, обвинительный приговор, а потом его увезут в арестантской карете, как каторжника, и за пруд в тюрьме на Мон-Сен-Мишель, где правительство морит заключенных. А Стэн сошел с ума, что и Бен покончил с собой. Когда Барбеса переводили в каземат, его тащили за ноги, за волосы, топтали ногами, голова его подскакивала на каждой ступеньке. Какой ужас! Подлецы! Он задыхался, рыдал от гнева и метался в отчаянии по комнате. Надо же что-нибудь сделать! Послушайте, я просто не знаю, как быть. А что, если мы попробуем освободить его, а? Когда его поведут в Люксембургский дворец, можно напасть в коридоре на конвойных. Десять смельчаков всюду пройдут! Глаза его так горели, что Фредерик вздрогнул. Сенекаль показался ему значительнее, чем он думал. Он вспомнил, сколько тот перестрадал, какую вел суровую жизнь. Не разделяя восторга в Дюссарде, он все же преклонялся перед Сенекалем, как перед всяким человеком, приносящим себя в жертву идеи. Он говорил себе, что если бы он помог Сенекалю, тот не дошел бы до тюрьмы. Приятели усердно пытались изобрести какой-нибудь способ, чтобы спасти его. Связаться с ним оказалось невозможно. Фредерик справлялся в газетах о судьбе заключенного и в течение трех недель посещал читальни. Как-то раз ему попалось несколько номеров весельчака. Передовая бывала неизменно посвящена осмеянию какой-нибудь известной личности. Затем следовали светская хроника, сплетни, далее шли насмешки над Адеоном, над Карпентра, над рыбоводством и над приговоренными к смерти, если таковые были. Исчезновение океанского парохода послужило на целый год темой для шуток. Третий столбец занимали корреспонденции, где в форме анекдотов или советов давались рекламы портных, помещались отчеты о балах, объявления о распродажах, разбор книг. Здесь с одинаковым стилем писали о томике стихов и о какой-нибудь паре сапог. Единственным серьезным отделом был обзор маленьких театров, представлявший ожесточенные нападки на двух-трех директоров. Для рассуждения об интересах искусства критику давали повод декорации в театре канатных плясунов или актриса на роли любовниц в театре отдохновения. Фредерик уже хотел отложить газету, как вдруг его взгляд упал на статью, заглавленную «Курочка и три петуха». Это была история его дуэли, изложенная слогом «игривым» и «развязным». Он без труда узнал самого себя, так как по его адресу много раз повторялась шутка «юноша, прошедший в Санском коллеже курс наук, но ничему не научившийся». Он был изображен жалким провинциалом, низкородным простаком, стремящимся вводить знакомство со знатью. Что касается Виконта, то роль благородного героя играл он. И во время ужина, куда он явился незваный, и в истории с Пари, ибо он увез даму, и, наконец, на дуэли, во время которой он вел себя, как подобает дворянину. Храбрость Фредерико, правда, не отрицалась, но автор статьи давал понять, что посредник, то есть сам покровитель, явился как раз вовремя. Все это заканчивалось фразой, таившей, очевидно, коварнейшие намеки. «Откуда столь нежные взаимоотношения?» Вот вопрос. И, как говорит Дон Базилио, «Кого, черт возьми, здесь обманывают?» Это была без всякого сомнения месть Юсане за отказ Фредерико дать ему пять тысяч франков. Что было делать? Если он потребует объяснений, Юсане будет уверять свои непричастности к статье, и он ничего не добьется. Лучше молча проглотить пилюлю. Никто, в конце концов, не читает этого весельчака. Выйдя из читальни, он увидел, что перед лавкой торговца картинами толпится народ. Взоры привлекал женский портрет, под которым была надпись черной краской «Мадмуазель Роза Анетта Брон». Собственность господина Фредерико Морро из Ножана. Да. Это была она. Во всяком случае, ее можно было узнать. Изображенная анфас с открытой грудью, с распущенными волосами. В руке она держала красный бархатный кошелек. Из-за ее плеча виднелась голова павлина, огромный хвост которого веером раскинулся на фоне стены. Пелерен выставил картину, чтобы принудить Фредерико заплатить за нее, совершенно уверенный в своей знаменитости и в том, что и весь Париж не только горячо поддержит его, но и займется этой мазней. Уж не заговор ли это? Не сообщали, художник и журналист подготовили нападение. Дуэль ничего не изменила. Он становится смешон. Все издеваются над ним. Дня через три, в последних числах июня, акции северной компании поднялись на 15 франков, благодаря чему Фредерик, который в прошлом месяце купил две тысячи этих бумаг, получил целых 30 тысяч франков. Эта улыбка судьбы вернула ему уверенность в себе. Он решил, что ни в ком не нуждается, что все его неудачи происходят от робости, нерешительности. С капитаншей надо было сразу же повести себя более круто, с самого начала прогнать Юсане, не вступать в отношения с Пелереном. Желая показать, что он не чувствует никакой неловкости, Фредерик отправился к госпоже Домброз на один из ее обычных вечеров. Впередний Мартинон, приехавший одновременно с ним, обернулся. «Как ты здесь?» спросил он, удивленный и даже недовольный тем, что видит Фредерика. «А почему бы нет?» Теряясь в догадках, отчего ему оказывают такой прием, Фредерик прошел в гостиную. Несмотря на лампы, зажженные по углам комнаты, освещение оказалось тусклым. Все три окна, широко распахнутые, резко выделялись большими черными четырехугольниками. Под картинами в простенках стояли жординьерки в человеческий рост. В глубине комнаты отражались в зеркале серебряный чайник и самовар. Слышались негромкие голоса, скрип башмаков по ковру. Он различил черные фраки. Потом его глазам представился круглый стол, освещенный лампой под большим абажуром. Вокруг нее сидело семь или восемь дам, одетых по-летнему. А немного дальше, в качалке, госпожа Дамбройс. Она была в платье из сиреневой тофты с прорезями на рукавах, из которых выглядывали кисейные оборки. Нежный тон материи гармонировал с цветом ее волос. Она отхинулась назад и положила ногу на подушку, спокойная, как произведение искусства, изысканная, как редкий цветок. Господин Дамбрюсу с каким-то седовласым старцем прохаживался взад и вперед по гостиной. Мужчины, присев на козетке, беседовали небольшими группами, другие, собравшись в кружок, стояли посередине. Разговор шел о выборах, об изменениях, вносимых в законы, о дополнениях к этим изменениям, о речи господина Грандена, об ответе на нее господина Бенуа. Третья партия действительно зашла слишком далеко. Левому центру не следовало бы забывать историю своего возникновения. Министерство потерпело большой урон. Утешительно, однако, что у него не нашлось преемников. Словом, положение совершенно такое же, как в 1834 году. Фредерико все это было скучно, и он подошел к дамам. Мартинон находился подлинник. Он стоял со шляпой, подмышкой, в полоборота, и вид имел столь изящный, что напоминал фигурку из северского фарфора. Он взял номер «Равью де Дюмун», валявшийся на столе между подражанием Христу и готским альманахом, и сабысока произнес свое суждение об одном знаменитом поэте. Сказал, что посещает чтение, посвящаемое святому Франциску. Жаловался на горло, глотал конфетки от кашля, говорил о музыке, рисовался своей ветренностью. Мадмуазель Сесиль, племянница господина Домброза, вышивавшей себе рукавички, искосо посматривала на него своими бледно-голубыми глазами, а мисс Джон, курносая гувернантка, даже бросила вышивание. Обе как будто восклицали про себя «Какой красавец!» госпожа Домброза обернулась к нему. «Принесите мне веер, он там, на столике». «Нет, нет, вы не там ищите, на другом». Она встала, а так как Мартинон уже возвращался с веером, они встретились посреди гостиной лицом к лицу. Она что-то резко сказала ему, видимо, то был упрек, судя по надменному выражению ее лица. Мартинон попытался улыбнуться, потом присоединился к кружку солидных мужчин. Госпожа Домброз снова села и, перегнувшись через ручку кресла, сказала Фредерику, «Я третьего дня видела одного господина, который говорил со мной о вас. Это господин Досизи. А вы ведь с ним знакомы? Да, немножко». Вдруг госпожа Домброз воскликнула «Герцогиня, какое счастье!» и поспешила к двери навстречу маленькой старушке в платье из серой тофты и кружевном чипце с длинными концами. Эта дама, дочь одного из товарищей по изгнанию графа Д'Артуа и вдова наполеоновского маршала, ставшего первым Францией в 1830 году, имела связи как при старом, так и при новом дворе и могла добиться весьма многого. Гости, стоявшие посреди комнаты, раступились, и разговор продолжался. Теперь беседа перешла на пауперизм, все описания которого, по мнению разговаривающих, были весьма преувеличены. Однако, заметил Мартинон, нищета существует, надо в этом сознаться. Ни наука, ни власть не помогут излечиться от нее, это вопрос чисто индивидуальный. Когда низшие классы захотят отделаться от своих пороков, исчезнет и нужда. Пусть народ станет нравственнее, и он будет богаче. Господин Домброз считал, что ничего нельзя сделать без избытка капиталов. Итак, единственное средство — это верить, как, впрочем, того и хотели сенсомонисты, ведь у них, бог мой, есть же что-то хорошее, будем ко всем справедливы. Верить, говорю я, дело прогресса людям, которые могут приумножить народное богатство. Разговор незаметно коснулся крупных промышленных предприятий, железных дорог, угольных копий. Домброз, обратившись к Фредерико, тихо сказал, вы так и не заехали поговорить о нашем деле. Фредерик сослался на нездоровье, но, чувствуя, как глупо звучит это оправдание, прибавил, к тому же мне тогда нужны были деньги, чтобы купить коляску, подхватила госпожа Домброз, проходившая мимо с чашкой чая, и поглядела на него через плечо. Она думала, что он любовник Розанетте, намек был ясен. Фредерику даже показалось, что все дамы, перешептываясь и издали смотрит на него. Чтобы лучше разобраться в том, что они думают, он опять направился к ним. Мартинон, сидевший по другую сторону стола, подли мадемуазель Сессиль, перелистывал альбом. Это были литографии, изображавшие испанские костюмы. Мартинон читал вслух надписи «Женщина из Севильи», «Баленсийский садовник», «Андалузский Пикадор», и, дойдя до конца страницы, прочел без всякой паузы, «Жак Арну, издатель». «Кажется, это один из твоих друзей?» «Да», сказал Фредерик, оскорбленный выражением его лица. «В самом деле», подхватила госпожа Дамбрюз, «Вы ведь как-то утром приезжали по поводу дома, так кажется?» «Да, да, дома, принадлежавшего его жене». «Это означало, она ваша любовница». Он покраснел до ушей, а господин Дамбрюз, подошедший в эту минуту, еще прибавил. «Вы как будто даже принимали в них большое участие». Слова эти окончательно смутили Фредерика. Его замешательство, которое, как он думал, все заметили, должно было подтвердить подозрение, как вдруг Дамбрюз, подойдя к нему еще ближе, серьезным тоном спросил. «Надеюсь, у вас с ним нет общих дел?» Фредерик в знак отрицания стал трясти головой, не понимая, что капиталист желает только дать ему совет. Фредерику хотелось уехать. Боязнь показаться малодушным его удержала. Лакей убирал чайные чашки. Госпожа Дамбрюз разговаривала с дипломатом в синем фраке. Две девушки, низко склонив головки, рассматривали кольцо. Дамы, разместившись полукругом в креслах, медленно поворачивали друг к другу белые лица, окаемленные черными или светлыми волосами. Словом, никому до него не было дела. Фредерик направился к двери и, проделав ряд зигзагов, уже почти достиг выхода, как вдруг, проходя мимо консоли, заметил засунутую между китайской вазой и стеной сложенную пополам газету. Он потянул ее за край и прочитал название «Весельчак». Кто принес ее сюда? Сизи. Никто иной, разумеется. Впрочем, не все ли равно? Они поверят. Они все, быть может, уже поверили статье. Почему такое ожесточение? Его окружала молчаливая насмешка. Он чувствовал себя затерянным в пустыне. Но вдруг раздался голос Мартинона. Кстати, об Арну. В списке обвиняемых по делу о зажигательных бомбах я увидел имя одного из его служащих Сыны Каля. Это не наш ли? Он самый, ответил Фредерик. Мартинон громко вскрикнув дважды повторил «Как? Наш Сыны Каль! Наш Сыны Каль!» Его начали расспрашивать о заговоре. Благодаря своей службе в суде он должен знать о нем. Он уверял, что сведений у него нет. Вообще же этот субъект был ему мало знаком, так как видел он его всего два-три раза. В общем, он считал его изрядным негодяем. Фредерик возмущенный воскликнул «Ничуть не бывало! Он честнейший малый!» Однако, заметил один из богачей, честные люди не участвуют в заговорах. Большинство мужчин, находившихся здесь, служило по крайней мере четырем правительствам. Они готовы были продать и Францию, и род человеческий, чтобы спасти свое богатство, избегнуть неудобства, затруднения или просто из подлости, из врожденного преклонения перед силой. Все объявили, что политическим преступлением нет оправдания. Скорее уж можно простить те, которые вызваны нуждой. Собеседники не применули привести в пример пресловутого «отца семейства, который у неизменного булочника крадет неизменный кусок хлеба». Какой-то крупный чиновник даже воскликнул «Если бы я узнал, что мой брат участвует в заговоре, то донес бы на него». Фредерик сослался на право сопротивления и, вспомнив кое-какие фразы, слышанные им от Деларье, указал на Дезольма Блэкстона, на английский «Биль о правах и статью 2 Конституции был низвергнут Наполеон. Оно было признано в 1830 году легло в основу Хартии. Впрочем, когда монарх нарушает свои обязательства, справедливость требует его низвержения. «Но ведь это ужасно!» возгласила жена одного из префектов. Остальные хранили молчание, смутно напуганные, как будто услышали свист пуль. Госпожа Домбрюс качалась в своем кресле и слушала Фредерика с улыбкой. Какой-то промышленник, сам бывший карбонарий, попытался доказать ему, что Орлеанский дом — прекрасное семейство. Правда, есть злоупотребление. Но и что же? Не надо говорить о них, дорогой мой. Если бы вы знали, как вредно отражаются на делах все эти крики оппозиционеров, дела, да наплевать мне на них, отрезал Фредерик. Его возмущали эти прогнившие старики. И, поддавшись порыбу храбрости, который охватывает порою самых робких, он стал нападать на финансистов, на депутатов, на правительства, на короля, защищать арабов, наговорил много глупостей. Кто-то иронически его подбадривал. Ну-ну, продолжайте. А другие бормотали. Черт возьми, какой пыл. Наконец, он счел приличным удалиться. Когда он уже собирался откланяться, Дамбрюс, намекая на место секретаря, сказал ему, «Ничто еще не решено окончательно, но вам надо поторопиться». А госпожа Дамбрюс проговорила, «До скорого свидания, не правда ли?» Эти слова, сказанные на прощание, Фредерик счел последней насмешкой. Он принял решение никогда не возвращаться в этот дом, не посещать больше этих людей. Он думал, что оскорбил их. Он не знал, каким огромным запасом равнодушия обладает свет. В особенности женщины возмущали его. Ни одна не поддержала его хотя бы сочувственным взглядом. Он сердился на них за то, что они не были взволнованы его речами. А в госпоже Домброзе находил томность и в то же время сухость, мешавшая ему подыскать для нее определение, есть ли у нее любовник. Что это за любовник? Дипломат или кто-нибудь другой? Уж не Мартинон ли? Не может быть. Однако Мартинон вызывал в нем нечто вроде ревности, а она необъяснимую злобу. Дома его, как всегда, ждал Дюссардье. Фредерику было тяжело. Он отвел душу, и жалобы его, правда, смутные и непонятные, опечалили приказчика. Фредерик сетовал даже на то, что он совсем один. Дюссардье нерешительно предложил ему зайти к Дюссардье. Когда было произнесено имя адвоката, Фредерик почувствовал страстное желание увидеться с ним. Он глубоко ощущал свое духовное одиночество, а общество Дюссардье его не удовлетворяло. Он ответил, что все предоставляет на его усмотрение. Дюссардье со времени их ссоры тоже чувствовал, что в его жизни чего-то не хватает. Он без труда согласился на дружеское примирение. Друзья обнялись и завели разговор на безразличные темы. Сдержанность Дюссардье тронула Фредерико, и, чтобы как-нибудь оправдаться перед другом, он рассказал, как лишился пятнадцати тысяч франков, умолчав о том, что первоначально они предназначались ему. Однако адвокат в этом не сомневался. Неприятность, случившаяся с Фредериком и подкреплявшая предубеждение Дюссардье против Арну, совершенно обезоружила его, и он уже больше не напоминал о прежнем обещании. Фредерик, введенный в заблуждение его молчанием, подумал, что Дюссардье о нем забыл. Несколько дней спустя он спросил адвоката, нельзя ли получить обратно эти деньги. Можно было бы оспорить предыдущие закладные, обвинить Арну в незаконной продаже и предъявить иск к его жене. Нет, нет, только не к ней, воскликнул Фредерик и в ответ на настойчивые вопросы бывшего клерка рассказал ему правду. Дюссардье остался в убеждении, что Фредерик из деликатности признался не во всем. Такое недоверие его обидело. Однако они по-прежнему были дружны. Быть вместе доставляло бы им такое удовольствие, что присутствие Дюссардье стало их тяготить. Под предлогом совместных занятий они мало по малу от него избавились. Есть люди, назначение которых состоит в том, чтобы служить посредниками. Через них переходят, как через мост, и идут дальше. Фредерик ничего не скрывал от старого друга. Он рассказал ему о каменноугольной компании и о предложении Домброза. Адвокат задумался странно. На это место требуется человек, сведущий в вопросах права. Ты мог бы помогать мне, ответил Фредерик. Да, верно, черт возьми, разумеется. На той же неделе Фредерик показал ему письмо матери. Госпожа Морок каялась в том, что неправильно судила о господине Рокке, который дал ей теперь удовлетворительное объяснение своих поступков. Затем она писала о его богатстве и о возможности для Фредерика жениться в будущем на Луизе. Это было, пожалуй, не глупо, сказал Деларье. Фредерик с жаром отверг такую возможность. К тому же дядюшка Рокк старый мошенник. По мнению адвоката это ничего не значило. В конце июля северные акции по непонятной причине упали в цене. Фредерик не успел продать свои акции и сразу потерял 60 тысяч франков. Доходы его значительно уменьшились. Надо было сократить расходы, найти себе занятия или поправить дело выгодным браком. Деларье стал говорить ему о мадемуазель Рокк. Ничто не мешает ему съездить в Нажан и собственными глазами взглянуть, что там делается. Фредерик утомлен, а провинция и родной дом будут для него отдыхом. Фредерик собрался в путь. Проезжая по освещенным луною улицам Нажана, он перенесся в мир далеких воспоминаний и почувствовал тоску, как те, кто возвращается из долгих странствований. У матери сидели ее обычные гости Гамблен, Эдра и Шамбрион, семейство Лебрен, барышни Оже и дядюшка Рокк, а за ломберным столом против госпожи Моро Луиза. Теперь это была взрослая женщина. Вскрикнув, она вскочила со стула. Все засуетились. Она застыла на месте. Свет, который бросали четыре свечи, стоявшие на столе в серебряных подсвечниках, еще усиливал ее бледность. Когда она снова взялась за карты, рука ее дрожала. Волнение Луизы безмерно польстило Фредерику, уязвленному в своей гордости. «Ты-то уж меня полюбишь», подумал он, и, вознаграждая себя за все огорчения, перенесенные в Париже, принялся разыгрывать столичного льва, сообщал театральные новости, рассказывал великосветские анекдоты, подчеркнутые из плохоньких газет, словом, поразил своих земляков. На другой день госпожа Муро стала расписывать сыну достоинства Луизы, затем перечислила леса и фермы, которые должны были достаться ей. Состояние господина Рокко было значительное. Он составил себе капитал, сужая под проценты деньги Домброза. Взаймы он давал только лицам, которые могли представить солидные гарантии, что позволяло ему выпрашивать комиссионные или отчисления в свою пользу. Суды, благодаря бдительному надзору, не подвергались никакому риску. Впрочем, дядюшка Рокко не останавливался и перед наложением ареста. Затем он по низкой цене скупал заложенные имения, а Домброз, видя, как растет его капитал, находил, что дела его ведутся отлично. Но эти не вполне законные сделки бросали тень на самого Домброза и роняли его в глазах управляющего. Домброз ни в чем не мог ему отказать, именно по настояниям Рокко он так хорошо принимал Фредерико. А дядюшка Рокко лелеял в душе честолюбивый замысел. Ему хотелось, чтобы дочь его стала графиней, и он не знал другого молодого человека, благодаря которому удалось бы, не рискуя счастьем дочери, достигнуть этой цели. Покровительство Домброза могло бы доставить Фредерику титул его деда, ибо госпожа Муро была дочерью графа Дефубан, и к тому же находилась в родстве с самыми старинными фамилиями Шампани, Лавернадами и Дегриньи. Что касается самих Муро, то готическая надпись, которую можно было видеть у мельниц города Вильнёв-Аршевек, гласила о некоем Жакобе Муро, отстроившем их заново в 1596 году, а могила его сына Пьера Муро, главного шталмейстера при Людовике 14-м, находилась в часовне святого Николая. Господин Рок, сын Лакея, был заворожен всем этим величием. Если бы ему не удалось добиться графской короны для дочери, он отыгрался бы на другом. Когда Домбрёз будет возведен в Перы, Фредерик может стать депутатом и начнёт содействовать Рокку в его делах, добывать ему поставки, концессии. Сам по себе молодой человек ему нравился. И, наконец, он хотел выдать за него дочь, потому что уже давно вбил себе в голову эту мысль и всё больше дорожил ею. Теперь он стал ходить в церковь, а госпожу Моро ему удалось соблазнить главным образом надеждой на титул. Всё же она не решалась дать окончательный ответ. Неделю спустя, хотя никакого предложения ещё не было сделано, Фредерик уже считался суженным мадемуазель Луизы, и дядюшка Рог, человек малощепетильный, иногда оставлял их вдвоём. Рог, малощепетильный, иногда и дядюшка Субтитров